Добрый день, дорогие зрители! Наконец-то в наш город пришла теплая весна. Время новых планов и надежд. Совсем скоро в Институте нефти и газа стартует школа молодого лидера, которая поможет направить ребят на качественную и эффективную работу, раскрыть их управленческий потенциал. Сегодня у нас появилась возможность пообщаться с организатором школы Ксенией Ишитовой. Давайте узнаем о всех тонкостях предстоящего мероприятия. Добрый день, Ксюша! Ни для кого не секрет, что в Институте скоро пройдет школа молодого лидера. В чем суть этого мероприятия и к чему готовится нашим студентам? Привет, Лиза! Скоро у нас пройдет школа молодого лидера. В первую очередь она у нас направлена на первокурсников, но также и для второго курса тоже будет проходить, потому что в прошлом году в связи с пандемией у них не было такой возможности, посетить школу. В первую очередь эта школа направлена на то, чтобы замотивировать ребят участвовать в активистской жизни института, не только учебой заниматься, но и внеучебной деятельностью, так как у нас она очень хорошо развита в институте, поэтому такой школой и проводится. Ну и также замотивировать ребят вообще, в принципе, может быть, они чего-то нового найдут на этой школе, там, например, как тайм-менеджмент, начнут лучше управлять своим временем. Ксюша, какие навыки смогут прокачать ребята на этой школе? Они смогут прокачать такие качества, как лидерские в первую очередь, также у них будет игра направленная на коммуникабельность, и они научатся управлять своим временем, это будет тайм-менеджмент, и также будет у нас спикер, который будет рассказывать про цели и полагания. Я думаю, что для ребят это очень актуальная будет тема, так как в молодом возрасте очень сложно свое время распределять правильно, и также лидерские качества никому не помешают прокачать. А каким будет формат мероприятия? Какие спикеры будут? Формат мероприятия у нас не изменился с позапрошлого года, это также будут для начала у нас открытия, потом какое-то приветственное слово, и ребята пойдут по спикерам, это будет по времени проходить, то есть они будут разделены на команды и будут просто заниматься со спикерами. В конце будет закрытие, на котором, скорее всего, будет какой-то творческий номер от них подготовлен, который они симпровизируют за полчаса, например. В принципе, вот весь формат. Ксюша, что ты можешь пожелать ребятам, которые идут в этом году на школу лидера? В первую очередь, чтобы они не ленились, все-таки проснулись в воскресенье и пришли в наш замечательный институт, на нашу замечательную школу, потому что им явно она понравится, так как они познакомятся не только с первым курсом, но и со вторым, и у них откроются очень большие, так скажем, границы взаимодействия в институте, и также они смогут прокачать свои навыки, еще и повеселиться. В общем, я думаю, что им очень понравится, просто стоит чуть-чуть себя взять в руки и прийти в воскресенье. Раньше организатором школы был ОргМАС. Что изменилось? Да, так и есть. Раньше организовывали школу ОргМАС, но три года назад мы решили, что школу будут организовывать кураторы, так как эта школа направлена на первокурсников в первую очередь, а мы взаимодействуем с первокурсниками на протяжении всего года, и школа проводится как раз в конце второго семестра, практически в конце, поэтому мы решили, что разумнее будет забрать школу кураторам, так как мы больше знаем первокурсников, мы больше их понимаем и понимаем, что именно мы можем им дать, что будет им полезно. Ксюша, ты бы хотела после выпуска стать спикером? Да, я была бы очень рада, если бы меня позвали в будущем нынешние кураторы, чтобы я что-то рассказала ребятам-первокурсникам. Это было бы, во-первых, и для меня полезно, и также, я думаю, полезно было бы первокурсникам, так как за большие мои годы учебы в институте, я думаю, что мне есть что рассказать, чем поделиться. Школа проводится на базе института. Вы не думали проводить ее на другой площадке? Нет, мы не думали над таким форматом, так как в стенах института ребятам будет намного комфортнее, им будет намного привычнее, ну и плюс это такой некий способ показать, что в институте можно не только учиться, но и получать какие-то другие знания, не связанные с вашей профессией, а связанные с вашей личностью, например, чтобы просто им показать, что в институте царит дух активизма, и они этим духом напитывались. Как экономить время и прокачать свои навыки? Как завоевывать доверие и уважение коллектива? Все это вы сможете узнать на Школе молодого лидера. Так что выходите за свои рамки комфорта и регистрируйтесь на школу. Будьте активнее! Продолжение следует...